Фасоли через два дня после покупки вы обнаружили жучков. Горох казался с плесенью, а чечевица вообще вызвала острое отравление. Как этого избежать, выбрав качественные бобовые, расскажет мой друг Костя Грубич. Костенька, здравствуй. Привет. Я тебя вижу от дела оторвала. Вот у меня серьезная работа. Я готовлю страву с мясом, которую иногда нам предлагают супермаркеты. Как с мясом? Я вижу, у тебя там фасоль, горох и чечевица. Сейчас все это дойдет к готовности, и ты увидишь один из трех основных сюрпризов, которые чатуют на нас, когда мы купим бобовые. А пока мы с тобой разбираемся в этом вопросе, к нам уже спешит Аллочка Ковальчук, эксперт по приготовлению, в том числе и бобовых. Она расскажет, какой вид фасоли лучше подходит к какому блюду, почему красная чечевица может превратиться в желтую, и как быстрее в три раза приготовить горох. А я уже рагу приготовил. А ну-ка. Это мясо вылезло на гору. Тут какие-то личинки, Костя. Правильно. Это зернивка. Это такие жучки. Личинки, которых потрапляют в квиточку, и потом перетворяется квитка в биб, и в зародковом стане может находиться в середине боба протягом всей зимы, как личинка. А на весне личинка перетворяется на жучка и прогризает дырочку в оболонце боба и вылетает на землю. Мы можем приобретать фасоль или горох вместе с личинкой купить и даже не заметить этого. Есть внешние знаки, благодаря которым мы можем визначити эти личинки. Вона есть у всех бобов, но ее меньше и очень сложно найти в сочевице. Через особенности структури цієї рослини комахам важче потрапити в квитку и откласти в ней личинки. Тобто, риск заражения шкідниками на стадии росту у сочевице набагато меньше, чем у других бобовых. Также, благодаря тому, что она имеет меньшие корни, которые не так сильно тянут из земли шкодливые речовины, и меньше за площадью листья, она собирает меньше пестицидов, газов и в целом поглинает меньше шкодливых речовин. Ты сейчас жаришь фасоль, горох, чечевицу, и мы увидели эти личинки. Но после этого, даже если окажется, что это хорошие бобовые, мы же уже их не сможем использовать для приготовления блюд. Сейчас я покажу, как выявить этого небажанного гостя у бобовых без смажения. Мы берем горячую воду, минимум 60 градусов, заливаем боби, в данном разе квасолю. И вот, подивися, неякесные квасолины сразу всплывли на поверхню. Видишь, эти дырочки? Да, здесь есть какие-то отверстия. А вот тут вот даже видно, что там внутри находится уже не личинка, а само насекомое. Уже жучок. А вот эти дырочки говорят о том, что уже жучки вылезли. Мы не всегда можем это пометить, но если заливаем водой, то такие подозрели квасолины всплывают на гору. Мы их выдаляем и, соответственно, вживать в ежу в никакой разе не можно. Да, Костя, но вряд ли этот жучок прописан в ингредиентах на упаковке, когда мы покупаем бобовые. Как же избежать с ним встречи? Трошки позже я расскажу тебе, какие слова на упаковке говорят про то, что саме у этой пачки можно натрапить на зернивку. Но в первую очередь нужно посмотреть на внешний взгляд. Подивися, есть тут потерть, пил. Да, и вообще какие-то посторонние предметы. Про домишки мы обовязково поговорим трошки позже, но сейчас вот этот пилок, это свидетельствует о том, что в середине есть зернивка. Она этот горох уже поточила. Вот мы имеем две пачки, и очевидная разница, что тут пилу почти нет по этому образу, а тут пилу много. Если зерновки нет, значит, в остальном все в порядке. Если зернивки нет, то, возможно, она там была, а ее позвали. Для этого используется такой пестицид первой категории отруйности, который называется фостоксин, действующий речевиной которого есть алюминия фосфид. Он входит в перелику отруйных речевин и представляет загрозу для жизни и здоровья людей. Его норма при использовании четко регламентуется. Проте недобросовестные виробники могут зловживать его использованием. После того, как обработали фостоксином бобовые культури, то он очень быстро выветривается из обработанной зоны, и зернивка снова может завеститься в этой зоне. А как же нам уберечься от этого химиката? Треба внимательно читать упаковку. Надю, существует несколько видов гатунка бобовых культур. Найкращий – это найвищий гатунок, он еще называется экстра. У такому гатунку допускается до 1% домешок и колотых бобов. Дуже тяжело найти у продажи такие боби, потому что их тяжело выготовить. Это серьезная сепарация, это мае быть идеальный вражай, не всегда так счастлив. А вот частейше боби первого гатунка. Там дозволяются до 7% колотых бобов або домешок. Моя первая порада – шукаем бобы высшего або первого гатунка. Ну я так подозреваю, что есть еще и второй сорт, если есть первый. Другий гатунок – это бобови, у партии которых была найдена зернивка. И ее производители пытались снищить. Как раз за допомогою того самого фостоксину. Если снищить зернивку удалось, таки бобови пускают в продаж и пишут на упаковке второй гатунок. А если зернивка все-таки не снищена, даже после серьезной химической обработки, тогда такие бобови идут на корм тваринам. Нечесные производители могут ее реализовать и людям. Особенно, если это продается в не соответственных местах и если бобови продается на вагу, а не в пачках. Никогда бы не подумала, что сорт при покупке бобовых имеет такое важное значение. А на что еще нужно обратить внимание? И еще важная наявность вот такого знака – ISO 22000. Мне кажется, когда ты рассказывала именно об этих буквах и цифрах? Этот знак свидетельствует о том, что товар прошел международную сертификацию безопасности продукции, где нормы до качества соответствующих продуктов гораздо жесткие, чем те, которые есть в нашей стране. Например, если такие бобови выросли возле трассы, то за кордоном это обязательно назначается в сертификации. Для нас это дополнительная гарантия того, что мы имеем дело с безопасной продукцией. Помимо вот этого налета, там есть еще и какой-то мусор. Это домишки. И это как раз есть третья небезопасность, которая читает неуваженных покупателей подчас придбания бобовых культур. Вот я сейчас частинку этого продукта высыплю на тарелочку, и ты сама все увидишь. Тут, похоже, есть овес. А чем может овес угрожать гороху? Он тоже вроде бы полезный. Наявность домишек свидетельствует о том, что этот продукт плохо сепарировали. Но, Надя, это пивбеды. Эти домишки, например, крапления вивса, которые ты видела, они вологище от гороху. Відповідно, он высирает горох, и у него творится плеснява. А плеснява, которая вражает бобови, мистит в себе афлотоксины. Это небезопасные микотоксины. Только столовая ложка таких бобов и острое отруяние нам гарантованы. Кроме того, эти токсины накопичаются в печенце и не выводятся с ней протягом кількох лет. Но мы ведь готовим, варим бобовые иной раз и по два часа. Неужели токсины за это время не погибают? На жаль, Надя, афлотоксины под впливом высокой температуры не руйнуются. Мы рассмотрели лишь одну из причин выникнения плеснявы. На прикладе гороху. Давай поглянем на квасолю. Вот, если внимательно не посмотреть, то в этой пачке квасоля целиком пристойна. Но, если мы сейчас ее раскроем, то увидим, что какие-то совсем неприятные сюрпризы. Тут видно, что часть фасоли белая, красивого глянцевого цвета. А есть вот такие желтоватые прям бобы. Желтоватый витинок квасоли означает, что эта квасоля старого вражая. Вона пролежала очень долго на складе, и с нею много чего могло происходить. А еще, Надя, тут есть квасоли с сирими цяточками, плями, а вот плеснява. Цегоречи восени было много дощей. Ее, очевидно, забрали. Вона была мокра. Погано провитрили, погано высушили. И таким образом уже в пачку потрапила квасоля из такого вражая. Сейчас я тебе покажу, как выглядит плеснява на горосе и сочевице. Горох, видишь, покрытый такими цяточками. И очевидно, что это черный налит и есть грибок. А вот сочевица. Причем, может быть, в пачке будет несколько зернышек такого гороха с плесенью, но некачественным при этом окажется вся пачка гороха. И обратила внимание, что она не имеет характерного запаха плесени. Может, она не опасная? Деякие недобросовестные виробники могут позбавиться запаху плеснявы, провентилювавши партию квасоли перед ее реализацией. И таким образом, швидко спровадивши в реализацию ураженные бобы. Надю, ну, если мы возьмем качественный сочевицы и та, яка уражена плеснявою, то разница очевидна. И это еще один аргумент на пользу выбора бобов, на упаковке которых есть международная сертификация ИСО-22000. Их зайвый раз проверили на соответствующие международным нормам о вместо афлотоксинов. Тут я еще раз смотрела одну фасоль, которая не похожа на другую. Сморщенная такая. Это, наверное, тоже плохо. Это также означает, что у квасоли было забагато вологи. Многие мои знакомые друзья не любят бобовые из-за тяжести. В желудке качество бобовых как-то влияет на это их свойства? Но чем дольше бобовые сохраняются, и еще на ярком светле, то увеличивается количество светиновых кислот. Это еще одна причина, почему не следует купить бобовые, которые слишком долго лежат. Поэтому моя следующая порада – купить бобовые с термином придатности не больше 12 месяцев. В последнее время на прилавках магазина появился огромный ассортимент бобовых. И по сортам, и по цветам различается. Поэтому важно не только правильного качества выбрать продукт, но еще и знать, для какого блюда, какой вид бобовых использовать, чтобы и вкусно было, и полезно, и внешний вид не испортить. Как раз вот в этом вопросе прекрасно разбирается наш кулинарный эксперт Аллочка Ковальчук, которая к нам сейчас и присоединится. Аллочка, здравствуй. Привет, Надюшенька. Привет, человек, который знает все и обошел. Ну что, теперь объединим усилия, потому что я уверена, что бобовых ты в жизни переготовила очень много. Бобовые – это самый мой любимый продукт. Когда я захожу в магазин, некоторые женщины сразу бегут там, где голубная помада. Не поверите, я бегу там, где продаются именно фасоль и чечевица. Не лише ты любишь квасолю. Вот я был на Закарпатте, там мой друг, поэт Павло Чучка, господарь известного ресторана, он открыл памятник квасоли, потому что квасоля своего часа урятувала народ от голодной смерти. И там страв с квасоли, ну, десятки и десятки, сто, что наименьше. Так что же, давайте рассмотрим тогда все виды бобовых. Что это такое и с чем их едят? Я хочу сразу начать из чечевицы. В основном ее делят на коричневую, зеленую и красную. Еще есть там желтая. Проходя мимо прилавка, где продаются бобовые и чечевица, почему-то наши люди боятся. Цена немножко выше. Что оно такое? Такое красивенькое. Чечевица очень полезная для сердца и для сосудов. Из нее варят суп и варят вместе с рисом, потому что чечевица и рис варятся одно и то же время. Самая распространенная, вот она выглядит так в сыром виде, коричневая чечевица. Перед тем, как ее варить, нужно обязательно замочить на ночь. Варится она 40 минут. Это у нас сырая коричневая чечевица. И сегодня я сварила все три виды чечевицы, чтобы вы видели, как отличается сырая от вареного. Вот коричневая чечевица уже вареная. Она в вареном виде немного на гречку похожа и не слишком увеличивается в размере. У нее такой ореховый и грибной ярко выраженный вкус. Можно покуштувать? Конечно. Я ее применяю не только для супа, но и для салата, и для холодных закусок. Вот видишь? Следующий вид чечевицы – это зеленая чечевица. Это на самом деле недозрелая коричневая чечевица. Она быстрее варится, и не надо ее замачивать. Время варки зеленой чечевицы – около полчаса. Если к зеленой чечевице добавить овощи и травы, то получится очень насыщенный хороший суп. Она очень хорошо сохраняется при любых видах обработки. Вот если взять коричневую и зеленую, зеленая идеально имеет вид, она не разварилась. Но все-таки красная чечевица – самая красивая. Цвет красивой чечевицы красный, если правильно варить, по технологии красная чечевица готовится 15 минут. Не надо не замачивать ее. Если вы будете варить красную чечевицу больше, чем 15 минут, она у вас переварится. Она потеряет форму и станет вот такого вида, золотистого. Ее тоже можно кушать, но она имеет некрасивый вид. С этой чечевицы готовят суп, кашу, запеканку и даже паштет. Бережки можно рубить? Бережки, конечно, можно. Но красная чечевица и стоит дороже. Червона чечевица дорожча не только потому, что у нее более привабливый внешний выгляд, но и через то, что этот сорт отшелушают от внешней оболонки, а от же и витрати на производство – они больше, чем у последних видов чечевицы. Такая чечевица выготовляется из червых сортов чечевицы, шляхом шлифования с маслом. При таком шлифовании она выходит более яскравой, блескучей, зовнишняя оболонка аккуратно выдаляется из насянины, и в результате выходит вот такой яскраво-червоный насеченный продукт. И выглядит красная поаккуратнее, чем зеленая в сваренном виде уже. Она где-то средняя, между коричневой и зеленой. Сочевица за своим размером поделяется на крупно-тарилочную и дребно-тарилочную. Дребно-тарилочная сочевица мает размер от 3 до 5 мм, а крупно-тарилочная – от 5 до 9 мм. Дребно-тарилочная, вона насправді, більш корисна и більш смачна. Тому що у ней міститься більше белка, менше клітковини, і, очевидно, меншою кількостю ми насичуємося більше, і эффект відвживання такої сочевиці в кілька разів більший, ніж відвживання крупно-тарилочной. Как много подробностей о выборе чечевицы мы сегодня узнали, і теперь точно будем знать, для какого блюда і в яких целях лучше покупать определенний вид чечевицы. А в выборе гороха такое же количество нюансів? В горохе выбор небольшой – жёлтый і зелёный. Вот зелёный, вот такой мы можем увидеть. Це целий горох. І можна увидеть половинки. І вот целий жёлтый горох. Жёлтый горох – це горох, який полностью созрел. І він дольше храниться. Ми готовимо, прежде всего, суп гороховий, каша гороховая, начинки для пирожков. З гороха ещё можно готовить гороховий сыр. Сыр? Вот у меня подруга, у неё дочь живёт в Англии. Так вот там из гороха готовят гороховий пудинг. Горох действительно довольно универсальна страва. Хоча стосовно того, что зустрічается переважно жёлтый и зелёный, я б не был таким категоричным, бо тут можно спойматися. Зараз я вам продемонструю. Окрім звичайного гороху, який вирощується для харчування, є ещё горох кормовий. От нормальна горошинка, такого блідо-зеленого кольору, і більш темні горошини – це так звана пелюшка, або кормовий горох. Вона може потрапити до насіння звичайного гороху, і при сборі врожаю її майже неможливо відділити. Це дуже важко сепарувати. За своїм смаком ось ця пелюшка нічим не нагадує звичайний горох. Вона взагалі смаку немає. Її використовують такий кормовий горох для годування худоби. І я б радив покупки пачок, в яких містяться ось такі вкраплення, просто уникати. Напевно, що виробник не слідкує за станом свого урожаю, і хто знає, що ще там може трапитися всередині такої пачки. От розглядомо горох із цієї пачки. Видно, що нікторі горошини граєздо менше, ніж всі остальні, і ціли іншого. Вони схожі на перець горошком. Це вікапольова, або мишинний горох. Це кормова культура, яка також може потрапити до звичайного людського гороху. Вона має неприємний смак, на відміну від пелюшки, і вона може викликати отруєння, особливо у дітей. Проблема в тому, що сепаратори, які існують на території України, при сортуванні не розрізняють трохи менше за розміром горошини, віки полевої. Алечка, ти, мабуть, перебираєш горох вдома, Я, чесно кажучи, стою, у мене такі ось глаза больші. Я буду внимателна. Як звичайно, я обращаю увагу на що? Щоб не було там грязи і щоб там не було жука. Я знаю, що багато мої подруги покупають, щоб швидше сварити, не цілий горох, а половинками колотий горох. Так, його теж треба обирати обережно. Ось ці, бачте, всі половинки ціленькі, однакові, а ось тут забагато побитих. Якщо горошинки дуже побиті, це може свідчити про те, що недобросовісні виробники пустили на половинки той горох, який вже був ушкоджений зернівкою. Вони просто відполірували, відшліфували дірочки від шкідників і пістили горох на продаж. Я думаю, такий горох вже не попадет в блюда, котре ми приготовимо. Якщо вже горох правильно вибрали, Аллочка, то дальше головне його не іспортити. Саме головне задача яка? Бустро сварити горох. Да. Якщо ви хочете быстро зробити, наприклад, гороховий суп, значит, ви должны взяти на 3 литра води, берете чайну ложку соду, но, самое главное, только-только начинає закипати, сразу добавляєте соду і снимаєте пену. Якщо вже ваш горох кипит, сода вже не поможет. Аллочка, а вот эта сода не даст вкуса характерного? Сода не даёт вкуса, но нужно готовить такое количество супа, щоб його скушати сразу. Потому що, якщо на вторі сутки ви витащите суп із холодильника, він поміняє світ і станет зеленоватий. Та ти що, із-за соды? А я люблю суп на другий день ще смачиш. Тобто не додавати соду в такому разі. Тогда, значит, стой, замочи этот горох і варі його где-то час-полтора. Тоді він буде нормальний. Став. А ми на місці не стоїм. Фасоль. Самый любимий, найраспространённий вид бобових. Я вижу сейчас, кроме белої, традиційної, яку я по привычке, кстати, і покупаю, є і красна, і коричнева, і рибаї. Чем отличається, як готовить, Аллочка? Ти знаєш, белая, она универсальна фасоль, а вот у нас красна фасоль. Она, коли вариться, і остається красна. Тому она дуже хорошо сочетається і с томатним соусом. Она не розваривается. Наприклад, якщо ви готовите винегрет, то лучше использовать именно цю фасольку. Але треба вважати, що вона дуже сильно варює в воду, і кастрюльку, в которой вариться. Це точно. І дорожча. Але ще фасоль така є, називається пєстрая. Це фасоль, коли вариться, вода окрашується в коричневий цвет. Тому її краще використовувати для приготовлення постного борща. Це так вкусно, це просто невозможно передати. А я полюбилася з некоторых пор вот таку фасольку круглую, которую називають ще бомбочки. Бабушки, коли на ринку її продають, говорять, ой, доченька, бери, так хорошо розваривається, це ж бомбочка. Це вже продукт технічного прогресу. Таку круглу квасолю називають фермерською. І виведена вона спеціально для того, щоб її зручно було збирати вирожай комбайном. Тому що вона за своєю структурою набагато твердіша. І оскільки вона має круглу форму, то комбайн, зрізаючи стручочки, легше видаляти квасолини із стручків. Прилізь кока. Тобто це сорт виведений, щоб отримувати менше ушкоджень від комбайну. Але вона важче розварюється. С фасолю можна приготувати множество блюд. Це не значить, що ви використовуєте її для винегрета і для борща. Фасоль, це точно, як і чечевиця, як і горох, це блюдо, яке може бути на вашому столі блюдом номер один. Надо любити це блюдо. Особливо в піст, взагалі на річ. Ребята, ну ви стільки інтересного о бобовах розказали. Мені прям захотелось щось вкусненьке приготувати, обов'язково це зроби. Дякую, Костя. Тепер буду вибирати бобові з найменшим сроком хранення. Дякую вам огромне. Тисніть «Підписатися» і ви першими будете бачити нове відео шоу «Все буде добре».